Это вы представляете, да? Это называется летний кадр. Я вот в таком виде нахожусь прямо рядышком с улицей Строителей. Честно говоря, людям бы хотелось бы тоже солнышко посмотреть, но не получается. А почему не получается? Да потому что везде растения. Я не против растений, это наши легкие. Но хотелось бы, чтобы хотя бы немножко прибрали, а такого-то здесь и нет. Как-то странно получается, когда всем городом руководил комбинат, все было по-другому. Ну, четко отапливались квартиры зимой, четко работали службы. Я-то помню все года, с 78 по 1993. Ленинский район, да и не только, был в порядке. Да потому что здесь жили работники комбината, в смысле главы комбината. Тут лес цвел и было круто. А затем сюда пришли люди совершенно другие. И лес зацвел. И парк ветеранов тоже. Я вообще-то не понимаю, что такое, когда цветущие сады превратились в место отморозков. Мы хотим жить и работать в нормальном городе. Ну а как жить то? С помощью субботников? Это субботник, по-настоящему. И если раньше можно говорить было людям, ну давайте выйдем под метеом, прочее, ноль. Но повод того, что за кустом стоял мужчина, напугал детей, то есть вы знаете о чем я говорю, то соответственно сразу все вышли. То есть оказывается это один из таких важных моментов защиты детей от посягательств и так далее. Я так понимаю, что вот то, что за моей спиной, этого раньше не было. Здесь были какие-то кустарники, да, и дома просто было не видно. Да, правильно вы говорите, это были, ну это был лес, можно так сказать. Лес в центре города, прямо в центре города, это Ленинский район. Ну, с другой стороны, это наша гордость, это столько зелени, но никто за ней не ухаживает. Вот что обидно, потому что деревья и кустарники есть такие, которые в принципе никогда нам уже никто не посадит. С сегодняшней политикой ЖКО мы просто можем существовать. Понимаете, как все противно получается? Без комбината жизни нет. Жизнь на комбинате крутая, и вы это видите. Но что с городом-то? В моих стенах чуть выше, бомжа не выселить. Да и нет места для детей. И это судьба тех, кого я кормлю? Ну, помнится, был комбинат, и затраты на квартиры стоили в разы меньше. Ну да, не нам приходится пилить, но остальные-то что? И вот это неправильно. А особенно неправильный подход? Вы нам бабки, мы вам. Так вот, лето, да, 12 часов, а солнца-то и нет. Я вообще не понимаю, как люди живут и не видят солнца, да? У нас все-таки немножко другое время. А это солнечная сторона. Представляете, да? Они, конечно, не могут все это дело распилить, потому что нет у них там этих, как его там, подъемничков. Представляете, да? Вот это дело, наверное, ЖКО или ЖКО, я не помню, как это все дело называется. И где работа-то, а ее и нету, вот все и тело-то.